МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чувашия, информационная программа Республика в студии Ольга Пырычкина. Смотрите сегодня. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Выше не значит лучше. Сколько этажей должно быть у домов в центре города? Отличники, активисты, просто красавцы. В Чебоксарах наградили лучших выпускников 2016. Тайны личной жизни. В Чувашии прошли шестые межрегиональные архивные чтения. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В республике могут быть опробированы новые технологии строительства дорог. Инновационные проекты сегодня представили главе Чувашии Михаилу Игнатьеву. Разработчики гарантируют, что благодаря современным материалам качество дорожного полотна повысится в несколько раз. Подробности в следующем материале. Руководитель Дортехинвеста презентует новый метод не только на бумаге. Эта технология уже была опробована в других регионах. К примеру, в Ставрополье участок трассы, при строительстве которого использовали инновационные материалы, долгие годы не требует даже ямочного ремонта. Михаил Игнатьев отмечает, что в этих технологиях нуждается и республика. Новые стандарты в дорожном хозяйстве, они еще будут приняты. Машин больше, грузоподъемных машин еще больше. Дальше железнодорожный транспорт меньше работает. В итоге наши дороги, конечно, не выдерживают. Принимаем соответствующие ограничения, имея свои административные рычаги, но их тоже недостаточно. Прочность дорожного полотна поможет увеличить специальный стабилизатор. Его смешивают с цементом и добавляют в основание грунта. Такая трасса, отмечают разработчики проекта, выдержат даже аномальные морозы. Мы добились того, что, применяя наш стабилизатор, где-то стабилизирует 25 сантиметров грунта. Нагрузка на ось порядка 10 до 12 тонн. Новая технология поможет и удешевить строительство дорог. Только на одном километре возможно сэкономить до 2 миллионов рублей. Вот это вот полотно готово, и на него можно асфальтобетон положить. Вот здесь я смотрю сейчас по экономической эффективности, то, что обеспечивается, я думал, там удорожание. Нет, наоборот, удешевление идет для строительства дорог. Инновационный проект Михаила Игнатьева заинтересовал. В ближайшее время будут проведены консультации с подрядчиками. Медрик Ковалев, Эндрис Передонов, Республика. В продолжение темы строительства. 17 мая Владимир Путин провел заседание Госсовета страны по вопросам развития строительного комплекса и поставил ряд задач. Снизить ставки по потечным кредитам, уменьшить количество процедур при получении разрешения на строительство и другие. Теперь их предстоит реализовать в регионах. Сегодня совещание со строителями республики провел Михаил Игнатьев. Ситуация в строительной отрасли страны относительно благополучна. Только в прошлом году построили 85 миллионов квадратных метров жилья. Чуваши, в свою очередь, неплохо выглядят на фоне других регионов. Хочу привести среднероссийский показатель для получения разрешения на строительство. Составляет 14 процедур за 150 дней. То в республике на сегодняшний день этот показатель составляет 9 процедур за 81 дней. Сокращены сроки проведения государственной экспертизы, проектной документации. Средний фактический срок проведения государственной экспертизы по жилым домам в 2015 году составил 21 день. При нормативном сроке 45 дней. Темпы строительства во многом зависят от развитой стройиндустрии. Сегодня мощности индустриального домостроения составляют практически около 900 тысяч квадратных метров жилья в год. И продолжают увеличиваться. Прежде всего, благодаря открытию новых производств и модернизации ранее выданных уже мощностей. Впрочем, собрались на совещание сегодня, конечно, не радоваться результатам. Проблемы, с которыми сталкиваются в большинстве регионов, чуваши и знакомы. Одна из основных – обманутые дольщики. Остается у нас один объект по обманутым дольщикам. Позиция 3 по проспекту 9-й катилетки. 78 участников. Данный объект, по словам сити-менеджера, планирует ввести в эксплуатацию до конца года. Теперь главное, чтобы к ним не добавились новые. В настоящее время, к сожалению, отмечается замедление темпов строительства по 36 многоквартирным жилым домам, из которых по 16 объектам первоначально запланированные сроки их ввода в эксплуатацию истекли. И они перенесены на более подние сроки, что, соответственно, вызывает недовольство и опасения граждан-участников долевого строительства. Один из объектов, сроки ввода которого переносились, Михаил Игнатьев посетил перед началом совещания. Позиция в так называемом микрорайоне Воскресенская горка в Чебоксарах. Изначально достроить его должны были в июле, из-за изменения проектных решений срок сдвинули на конец декабря. Пока говорили об одной проблеме, всплыла другая, слишком высокая этажность новых домов в центре города. В новом проекте мы учитываем высокое здание. Там 20-этажное, а здесь 25. Нельзя такие дома строить! В Волге идет понижение. Не ругаться сейчас начну, понимаете? Вы закрываете город, понимаешь? От Волги идет. Вот дом правильца, 17-й этаж. Как гости выходят? А зачем такие эти дома строить? Вот это вопросы городским властям, архитекторам. Как отметил Алексей Ладыков, сейчас руководство города при выдаче разрешения на строительство не вправе требовать от застройщиков согласование архитектурного проекта с главным архитектором города. Мы имеем отрицательную практику. Так, в 2013 году компания «Алкорстрой» неоднократно также обращалась в администрацию за получением разрешения на улице Ленинск-Консомова. Все мы знаем этот конфликт, когда жители выходили на улицу и так далее. Тем не менее, по суду мы проиграли и должны были выдать, ну точнее выдали в июне прошлого года разрешение на строительство. Вы сюда вообще не надо доводить? У нас здесь план землепользования и застройки, корабльно-строительный кодекс, генеральный план. Закладывайте все там, значит. И все, и никто никакой суд не выиграет. О чем сейчас мы говорим? Тогда давайте, значит, будем все руки опускать и построим стоэтажные дома, значит, и так далее. И что будет у нас в городе? Что останется? Специалисты также просили обратить внимание на баснословную стоимость с подключения к коммуникациям. Все эти проблемы строительной отрасли Чувашия, как, впрочем, и всей стране, предстоит в ближайшее время решать. Ольга Пырычкина, Олег Якимов, Республика. Вопросы противодействия рецидивной преступности обсудили сегодня на коррадиционном совещании по правопорядку. Представители правоохранительных органов разбирали, что толкает бывших осужденных совершать противозаконные действия повторно. И какие меры помогут им встать на путь исправления. Рецидивная преступность в республике сходит на нет. Это отметил Михаил Игнатьев и результат слаженной работы слововых структур и органов власти. Уровень рецидивной преступности в республике снижен на 6,7%. Удалось сократить на 26,9% опасную форму рецидива и более чем в два раза особо опасный вид рецидива. Вообще, по статистике правоохранительных органов, границы закона после отбывания срока переходят те, кто не может найти своего постоянного заработка. Социальная адаптация осужденных сейчас выходит на первый план. Тем, кто возвращается из мест лишения свободы, необходимо помочь в трудоустройстве. Правоохранительные меры способствуют повышению уровня трудоустройства граждан, освободившихся из мест лишения свободы. Я это тоже хочу отметить. Спрос работодателя в республике сегодня в два раза превышает, чем количество безработных, которые стоят в службе занятости. В январе-апреле текущего года Центр занятости население обратило 125 граждан, освободившихся из мест лишения свободы. Из них трудоустроено 45 человек. Это примерно 36% от общего количества обратившихся. Республиканский Центр социальной адаптации для лиц без определенного места жительства и занятий. Это та форма, которая могла бы помочь нашим освобождающимся осужденным, помочь в их и трудоустройстве, и проживании, и в становлении в обществе хотя бы на первых порах, на первом году его жизни после освобождения. Необходимо активизировать и работу с трудными подростками. По данным МВД, чаще всего несовершеннолетние совершают преступления в учебное время. За школьниками должен быть налажен строгий контроль, отмечают члены Координационного совета. Причинами совершения подростками повторных преступлений, наряду с низким материальным доходом родителей или их законных представителей, является их незанятость. Оставаясь без контроля, подростки подвергаются отрицательному влиянию взрослых либо сверстников, имеющих преступный опыт. За четыре месяца текущего года 32 преступления несовершеннолетних совершены в период с 6 до 12 часов дня и с 43 с 13 до 18, то есть практически во время учебного процесса. Михаил Игнатьев поручил членам Координационного совета обратить внимание и налить безопределенного места жительства. В муниципалитетах должны открыться центры по их социальной адаптации. Дарина Игнатьева, Дмитрий Ковалев, Константин Козлов, Республика. Химическую промышленность по праву можно назвать локомотивом, призванным обеспечить Республике достойное будущее в современном мире. Продукция с маркой сделана в Чувашии, широко известна в стране и за ее пределами. На предприятиях отрасли активно внедряются передовые технологии и инновационные разработки. Накануне профессионального праздника химиков глава Чувашии Михаил Игнатьев встретился с руководителем Вурнарского завода смесевых препаратов и генеральным директором фирмы «Август». Фирма «Август» – крупнейшая российская компания по производству и продаже химических средств защиты растений для сельскохозяйственного производства. Используют ее и дачники, и владельцы личных подсобных хозяйств. Современная производственная база компании – это Вурнарский завод смесевых препаратов в Чувашии и завод «Август Бел» в Республике Беларусь. Продукция поставляется в 76 регионов России, а также в страны ближнего и дальнего зарубежья. Среднемесячная зарплата сотрудников предприятия составляет 34 тысячи рублей. Полагаю, что в этом году, наверное, 11-миллиардный рубеж или 12-ти перевалите, да? Ну, минимум 10 миллиардов, наверное, будет, в принципе. Нет, ну, будет, конечно. По Вурнару было 10 миллиардов. В связи с ростом спроса на сельхозпродукцию у предприятия появились хорошие перспективы. По словам генерального директора фирмы «Август» Александра Ускова, технологии выращивания любых культур напрямую связаны с использованием удобрений. В следующем году мы должны процентов на 40-50 еще и к этому году подняться. В Урнара еще один-два года, и он задохнется в завод, потому что, ну, некуда больше. Ну, и поэтому мы вот новый проект начинаем. Татарстанец строит завод. Неким подарком накануне Дня химика назвал не без доли иронии глава Чувашия Михаил Игнатьев в продлении санкций в отношении нашей страны. Ведь внутренний сельскохозяйственный рынок выходит на новый уровень развития. Родион Архипов, Андрей Спиридонов, Республика. Ежегодный конкурс «Лучший выпускник года» подошел к концу. В этом году участие в нем приняли более 380 учеников из 16 учебных заведений Чувашия. Ежегодно около 25% выпускников республиканских вузов трудоустраиваются за пределами республики. Чтобы мотивировать вчерашних студентов оставаться на родине, в 2004 году был создан проект «Лучший выпускник». У нас в этом проекте не обязательно ребята круглые отличники. Но самое главное, чтобы в выбранной специальности он достиг уже определенных успехов. Если это студент техникума, чтобы он был уже победителем олимпиад различных соревнований, таких как WorldSkills. Если это студент высшего образования, то это же, конечно, различные научно-практические конференции. И ежегодно в сентябре мы мониторим результаты этого проекта, отслеживаем, сколько из них осталось у нас, сколько из них все-таки покинули республику. В этом году лучшими выпускниками признано 349 студентов республиканских вузов и СУЗов. Анкеты каждого из них уже внесены в единый банк данных «Лучший ученик-2016». Кроме того, лучший из лучших получит денежное вознаграждение. В прошлом году в соответствии с поручением главы Чувашской республики в рамках празднования 75-летия создания профессионально-технического образования в Российской Федерации были учреждены гранты для наших лучших выпускников. 10 ежемесячных премий по 10 тысяч тем лучшим выпускникам, которые собираются и будут продолжить свою карьеру в рамках уже преподавателей системы среднего профессионального образования. Людмила Румянцева – будущий пекарь. Свою работу любит всей душой. Как результат – призовые места в нескольких международных конкурсах. Почетное звание «Лучший выпускник-2016» будет дополнительным бонусом при трудоустройстве, считает Люда. Технология хлеба кондитерских макаронных изделий – очень востребованная профессия в настоящее время, так как хлеб всегда востребован и кондитерские изделия тоже. Я участвовала в конкурсе профессий – это WorldSkills 2015. Также я ездила на конкурс в Москву – Modern Baker in Moscow 2015. Заняла там первое место, а на WorldSkills – второе по компетенции кондитерское дело. Еще один альтернативный пример. Надежда Герасимова не принимала участия в международных конкурсах. Ее стезя – культурно-массовые мероприятия города. Лучший выпускник не только в науке должен быть лучшим, он и в общественных мероприятиях должен участвовать. Я участвовала во многих вузовских мероприятиях, городских, помогала в организации Дня города. Среди лучших выпускников есть те, кто занимается благотворительностью, открыл свое дело и сделал существенный вклад в науку. Кто знает, может через несколько лет мы будем знать этих людей в лицо и гордиться их достижениями. Дарина Игнатьева, Елизавета Зайцева, Андрей Спиридонов, Республика. Завтра в Чебоксарах подведут итоги Чебоксарского международного кинофестиваля. Победителям по традиции вручат стуэтки «Оне» и специальные призы. Сегодня гости фестиваля встретились с главой республики. Картина малых народов, зрители проявляют интерес. Это показали прошедшие киносеансы. Заполненные до отказа залы приятно удивили всех участников фестиваля. Режиссер Вадим Абдарашитов говорит, что по своему масштабу Чебоксарский кинофорум не уступит даже московскому. Фестиваль встал на ноги, приобрел, естественно, авторитет. Но главное, это говорит о том, как я понимаю, что есть потенциал зрительского внимания. Есть люди, которые хотят посмотреть, что происходит в российском кино в реальном процессе, в реальном времени, потому что эти картины до прокатчиков не доходят. Сейчас прокатом российских картин очень плохо. Практически их нет, за исключением блокбастеров или особо отдельных каких-то случаев. Поэтому фестиваль – это единственная возможность, как я понимаю, зрителям, которые интересуются, посмотреть фильм. По мнению участников кинофорума, республике удалось проложить русло для проката картин малых народов. К фестивалю приурочили и открытие нового кинозала в городе Шумерля. Михаил Игнатьев отметил, что в республике появится 25 подобных центров. Передовая республика во всей нашей стране. И вот мы видели, что как люди соскучились по этому, по этой системе кино, когда управление, извините, сознанием, партии правительства ставили задачи, снимали соответствующие фильмы и доводилось до населения вот это состояние общности страны, ее единства. В республике не только показывают кино, но и успешно его снимают. В этом году в конкурсе фестиваля заявлены и чувашские фильмы. Почему у чеченов не получается так кино, а у них нет того слоя культуры, который у вас, и оперного, и драматического, и кино. То есть у вас намного мощнее база для того, чтобы это все проросло. И у вас люди крайне мотивированы, я бы сказал. В рамках фестиваля прошли кинопоказы, творческие встречи, мастер-классы. Гостем кинофорума стала известный композитор Евгений Дога. Народный артист отмечает, что в Чебоксары он намерен вернуться вновь, уже с концертной программой. Есть не только перед кем, но есть с чем выступить, потому что коллективы очень достойны. Те, которые меня интересуют, потому что я попсу не пишу, не знаю и не разбираюсь в этом деле. А вот те, которые коллективы я услышал, оперный театр, балет, эти постройки новые мне понравились. Они не банальные, они имеют какой-то даже национальный колонит, я не разбираюсь, но в целом, что они отличаются от московских построек. В следующем году кинофестиваль в Республике пройдет в десятый раз. Организаторы намерены увеличить количество площадок для показа конкурсных картин. Медриковалев и Андрей Спиридонов. Республика. В Чувашии прошли шестые межрегиональные архивные чтения. В этот раз их перенесли из столицы Республики в районный центр. Ядрин был выбран не случайно. Во-первых, это старинный город с богатой историей. Во-вторых, районный архив располагает одной из самых богатых коллекций документов личного происхождения. Государственный исторический архив Чувашии готовится к 75-летию. И на юбилейный год запланировано немало интересных событий. Архивное чтение – хороший повод обсудить проблемные вопросы и обменяться опытом. На этот раз собрались те, кто тесно связан не только профессионально, но и географически. Территории Чувашии были в составе Казанской и Симбирской губернии, Горьковской области. Часть документов хранится в Мордовии. Так что проблемы общие. И самое важное – как удовлетворить интересы следователей и в то же время соблюсти закон о тайне личной жизни. Дневниковые записи, мемуарные свидетельства могут содержать информацию, которая у определенной части общества может вызвать некоторую настороженность. Особенности – личная переписка, где люди, не задумываясь о том, что со временем это поступит на госхранение, писали достаточно откровенно то, что считали нужным высказаться. Но, как бы то ни было, личные фонды – мечта любого архивиста и любого исследователя. Документы, принадлежащие конкретным людям, содержат совершенно другую информацию, нежели отчеты или официальная переписка. Возможно, описывая какое-либо событие, человек и был субъективен. Но зато сколько дополнительных деталей и эмоций. С первых же дней он начнет работать начальником отделения и ведущим хирургом. В госпитале он работал как одержимый. Не спал во время боев по несколько соток. По приблизительным подсчетам через его руки пройдет более 15 тысяч раненых. Кстати, интересная деталь. О ядринском враче Константине Волкове знают многие, но о Яковлеве слышали далеко не все. Между тем, это один из замечательных людей республики. Блестящий хирург и интересный человек. А его личный фонд – один из важнейших в Ядринском архиве. После чтений хранилище пополнилось еще одной коллекцией. Государственный исторический архив Чувашия подарил коллегам копии интересных документов, относящихся к истории города и района. Причащий метод только у нас, нигде, кроме как в нашем архиве, этих документов нет. Не подумайте, это тоже прописка. Мы постарались свое лицо исторического архива не терять. Поэтому мы также отсканировали. Елена Гальперина, Олег Якимов, Республика. Наталья Хлескина удалось показать себя бойцом, достойным выступать на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро. Тяжелоатлетка из Чувашии завершила свое выступление на чемпионате России. Эти соревнования позволили сформировать Олимпийскую сборную страны этого года. По итогам чемпионата в сумме двоеборья Наталья показала результат 240 килограммов и заняла третье место в весовой категории до 63 килограммов. Подопечная Геннадия Иванова, действующая чемпионкой Европы из Чувашии, включена в состав сборной и продолжит вести централизованную подготовку к главным стартам четырехлетия. Кроме Хлескиной, Россию представят серебряный призер Олимпийских игр 2012 Татьяна Коширина, чемпионка мира 2013 года Тима Тюриева и призер чемпионата мира прошлого года Анастасия Романова. Таким стал последний день этой рабочей недели. Всего вам доброго и хороших выходных. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА